Мы в Кастилье, регионе Испании, известным своим органическим вином. Возвращение к истокам, понимание языка земли, уважение к ее циклам. Это философия все большего числа испанских виноделов, заботящихся об окружающей среде. Испания – европейский лидер по числу органических виноградников. В этом выпуске мы посетим Руэду, Рибера Дель Дуэро и Вальдеорос, где узнаем больше о производстве органического вина. Минаде – одна из более тысячи виноделин в Испании. Их количество удвоилось за последние 10 лет и продолжает расти. Рикард Сан с братьями-виноделы в шестом поколении решили начать свой собственный устойчивый проект с нуля. Мы верим, что будущее – возвращение к истокам. Наша философия в работе с натуральными продуктами, насколько это возможно. Перезапуске цепи биоразнообразия, которую мы, человечество, разорвали. Наша миссия состоит в том, чтобы восстановить ее. Они построили ферму, отель для насекомых и сад опылителей. Они обучились экологически безвредным практикам своих предков. Что вы высаживаете? Мы высеваем зернобобовые, которые обеспечивают почву естественным азотом. Поэтому нет необходимости удобрять ее химии. Во избежание вредителей используются растительные настои, микроводоросли или сыворотки. Этот подход с минимальным вмешательством также применяется и после сбора винограда. Вино не добавляются дрожжи. Множество ощущений, сбалансированность, бодрящее вино. Цель нашего процесса виноделия — вернуться к истокам. В Ребера-дель-Дуэра мы собираемся открыть для себя секреты одного из самых эксклюзивных биодинамических красных вин в Испании, основанных только на натуральных продуктах и в соответствии с лунными циклами. Питер Сисек — датский винодел, обосновавшийся в Испании несколько десятилетий назад, создал одно из самых неповторимых вин в стране. Под воздействие луны вино попадает не только на этапе взращивания. Лунные и сезонные ритмы оказывают большое влияние на вино. При переливе, так же как и при бутилировании, мы стараемся максимально следовать лунному календарю. Циклический подход на этом не заканчивается. После ферментации и прессования виноград сушат и используют для приготовления компоста. Самое главное, что дрожжи и бактерии от этого брожения будут находиться в компосте. И когда мы будем удобрять им виноградник, мы создадим винодельческий круговорот. Питер пробует свое вино каждый день во время его брожения, чтобы создать свой элегантный и известный пингус. Это одно из величайших и самых захватывающих вин, по словам известного критика Роберта Паркера. На границе с Риберро Сакро, окруженной извилистым ландшафтом гранита и террасы, мы прибываем в Альдеорос, где встретимся с Рафаэлем Паласиосом, виноделом из Риохи. В 2004 году он основал свою винодельню в этом регионе, привлеченной его терруаром и сортом белого винограда Гадельо. Это столетние лозы Гадельо, выращенные на гранитных почвах на высоте около 700 метров в районе Бола, где создается особый микроклимат. Именно геоклиматические факторы делают это вино таким особенным. Столетние лозы произрастают на бедных почвах, которые тщательно культивируются по биодинамическому принципу. Это удобрение 500, которое в основном представляет собой коровий компост, заряжается здесь, а затем распыляется в винограднике, обеспечивая энергию почву для ее регенерации. Чем больше высота, тем дольше виноград созревает. Гадельо проходит полную ферментацию в этих бочках из французского дуба. Ароматы яблока, свежих фруктов и дерева, которые превращаются в нотки фенхеля и минералов. Главные особенные черты этого исключительного терруара. Нам еще многое предстоит открыть в Испании. Продолжайте путешествовать с нами. Редактор субтитров А.Семкин